За предоставленное на тест устройство благодарим магазин Апхаус. Привет всем, это AppleInsider.ru, меня зовут Ренат, и вот у нас на столе наконец-то появился тот самый iPhone SE, который нам предоставил магазин Апхаус.ру. А, нет, это не SE. Вот б***ь. Ну, собственно, шутки в сторону. Теперь это у нас действительно iPhone SE, и как правильно заметили наши зрители, когда мы показывали людям iPhone и просили отличить SE от 5S, действительно, вот на задней крышке должно быть написано SE, и это дает вам гарантию того, что это SE. Ну, при условии, что, конечно, не заменяли корпус. Давайте бегло взглянем на комплектацию, хотя, я думаю, здесь у нас без сюрпризов, зарядка, наушники и кабель Lightning, ну и макулатура с наклеечками в комплекте. Отложим в сторону. Ну и, собственно, наверное, самое главное, да, что нужно, с чего нужно начать, это посмотреть, действительно ли это полностью как iPhone 5S. Вот давайте смотреть, вплоть до расположения всех элементов, на всех гранях, это действительно самый настоящий iPhone 5S, точнее, корпус. Вот iPhone 5S, передняя панелька и задняя панелька. В общем, это 5S и вспышка, все-все-все, кроме надписи SE. Единственное, что отличает. Отличает. Но это что касается внешнего вида. Вот, а что касается внутренней начинки, тут есть нюансы. Одни нюансы сразу бросаются в глаза, а другие нюансы чисто технически. Давайте разберемся. Ну, во-первых, давайте смотреть по железу. Известно, что iPhone SE это полностью железный клон 6S, точнее, почти что полностью. И давайте я вам расскажу, собственно, в чем разница. Ну, во-первых, у 6S есть 3D-тач, у SE этого 3D-тача нету. Во-вторых, контрастность дисплея, дисплей, на самом деле, в SE установлен точно такой же, как в 5S. Он проигрывает в контрастности, потому что в SE контрастность 800 к 1, а в 6S контрастность 1400 к 1. Поэтому дисплей 6S выглядит привлекательнее и аппетитнее. Плюс у дисплея 6S есть двухдоменные пиксели, которые позволяют увеличивать угол обзора, чего нету в телефонах от 5S. Но здесь, правда, нужно сказать, что вот под каким бы углом вы не смотрели, все равно картинка идеальная. Но на 6S она еще лучше, еще идеальна вот за счет этих двухдоменных пикселей. Плюс, конечно, датчик Touch ID, он первого поколения на 5SE и второго поколения на 6S. Но у нас 6S под рукой не оказалось, есть 6S+, но, в общем-то, все его отличие только в размере экрана, железная составляющая там точно такая же. Соответственно, так как экранчик у SE маленький, то нету и вот этой фишки, то, что Apple называет удобный доступ, когда по двойному прикосновению у вас спускается экран, и нету в настройках возможности увеличения экрана. Это когда у вас иконки становятся побольше и, ну, соответственно, попадать в них проще и видно их лучше. Вот этим отличается по экрану. Дальше. Что касается веса. Если мы возьмем два телефона, SE, розовенький, красивый, кстати, цвет. Ну, действительно, красивый розовый. И 5S, то разница у них в весе. И вес, эта разница составляет 1 грамм. Ну, тут вот сразу можно видеть, прям аж рука, аж прям вот вниз клонится, начинают синеть пальцы. Ну, это, конечно, шутка. Разница в 1 грамм, в общем-то, она незаметна и, наверное, на вес вообще невозможно эту разницу отличить. Дальше. Что касается аппаратной связи. Значит, у iPhone SE модуль LTE обычный, который позволяет передавать данные до 150 Мбит в секунду. А вот у старшего представителя 6S и 6S Plus LTE Advanced, который теоретически можно разогнать до 300 Мбит в секунду. Но, опять же, сейчас, как бы это странно мне казалось, но такие скорости не нужны. 150 Мбит это намного больше, чем у многих есть даже дома на стационарном интернете. Поэтому здесь даже, честно говоря, никаких сомнений нет, что обычного LTE более чем достаточно. Более того, в старших братьях 6S и 6S Plus Wi-Fi с технологией MIMO, Multiple In, Multiple Out. Ну, если говорить простым языком, то просто прием, качество приема и передачи сигнала по Wi-Fi в моделях S лучше, а в SE такой же, как и в 5S. Ну, в общем, опять же, никогда никаких нареканий особых по сигналу Wi-Fi не было. Поэтому здесь тоже можно сказать, что это можно опустить за рамки. Про Touch ID я сказал. И еще есть отличие в фронтальной камере. Дело в том, что в iPhone SE у нее всего 1,2 Мп фейстайм-камера, тогда как у старших S-братьев эта камера имеет расширение 5 Мп. Соответственно, селфи у вас будут не такие четкие. Ну, а для фейстайм-видео или там скайпом, если вы, не дай бог, пользуетесь на iPhone, я думаю, что никакой разницы у вас все равно не будет. Вот. Ну и последнее. HDR есть и здесь, и здесь для фотосъемок. Но для видеосъемки HDR есть только на iPhone 6S и 6S Plus. Видеосъемку HDR SE iPhone не поддерживает. И последнее это датчик-барометр. В старших моделях есть барометр, который помогает сторонним приложениям показывать атмосферное, не атмосферное давление, а высоту над уровнем моря. Стандартное приложение Apple погода это не делает. Ну, в iPhone-то оно, наверное, не надо. А вот в 6S и 6S Plus такой датчик есть, датчик барометра. И поэтому там этим можно пользоваться, если вдруг вам это очень нужно. Это все, что касается железа. То есть по железу других отличий нет, в остальном эти модели полностью одинаковые. Но цифры цифрами, а интереснее, конечно, взглянуть на реальные показатели. Хотя бенчмарки типа Antutu, они тоже меряют каких-то попугаев. Но когда мы сравниваем железо, то, в общем-то, разница этих попугаев может нам сказать о том, какое железо. Мы уже прогнали для вас тест Antutu на одном, на втором устройстве. Как вы едете, iPhone SE набрал 123 тысяч баллов, 6S Plus набрал 131 тысячу баллов. Что, в общем-то, погрешность составляет около 10%. Ну, и, соответственно, ее мы можем уже вполне себе скинуть на погрешность самих измерений. Значит, что касается цветов. Цвета теперь уже являются стандартными. И в iPhone 5, не 5, почему-то все время хочется назвать его 5SE, хотя он, конечно, просто называется iPhone SE. Доступны цвета розовое золото, золотистый, спейс грей и серебристый. Это все как обычно. Фотография SE делает, как и iPhone 6S, 12 мегапикселей, плюс 4K видео он может снимать. Поэтому здесь можно уже сказать, что это отличный маленький инструмент для маленьких видеоблогершей, который хочет выкладывать свои видео в 4K, что очень-очень круто. Давайте теперь посмотрим скорость запуска приложения, потому что это тоже один из показателей, который может нам хоть что-то сказать о новом SE. Сейчас мы с вами попробуем позапускать разные игрушки одновременно и посмотреть, насколько быстро или какая будет разница при их запуске. Давайте смотреть. Итак, начинаем одновременно с запуска игр. В обоих телефонах у нас 2 ГБ оперативной памяти, но разрешение модели S, конечно, побольше, поэтому текстуру нужно больше хранить и так далее. Вот мы видим, как на модели S запустилась чуть побыстрее Grand Killed. Теперь давайте запустим GTA. Посмотрим, пока у нас все идет одновременно. Что же, что же так? Тут уже запустилась на 6S, на 5, просто на SE еще нет. Ну, в общем, GTA, как мы видим, опять же, на модели S тоже запускается быстрее. Следующую давайте попробуем Asphalt. Посмотрим, что у нас будет с Asphalt. Запустилась, запустилась. Асфальт запускается примерно одинаково. И под конец давайте запустим еще Extreme Landing. Тоже посмотрим, как быстро они запустятся. Ну и, как видим, 6S чуть-чуть запускает игры быстрее. Вот она рекламка. В общем, все то же самое, чуть-чуть запускается быстрее. Ну, здесь уже игра запущена. Ну и, собственно, показать, да, количество оперативной памяти 2.2 и там. И в 1 и в 2.2 вот мы отматываем обратно на Unkilled. Игра здесь, и хотя игры очень тяжеловесные, при этом мы все игры можем доставать из памяти. Они не перезагружаются, что большой-большой плюс. Ну и самое главное, это, конечно, цены. И с ценами, на самом деле, все не так просто, как кажется. Смотрите, до недавнего времени на сайте Apple продавался iPhone 5S. До того, как появился предзаказ на SE. Этот iPhone 5S продавался в двух модификациях. На 16 и 32 гигабайта, тогда как SE начал продаваться на 16 и 64 гигабайта. То есть верхнюю модель увеличили, нижнюю модель оставили такой же. Причем 5S стоил 37 тысяч рублей за 16 гигабайт и 41 тысячу рублей за 32 гигабайта. А iPhone SE теперь продается по очень интересной цене. Он продается 38 тысяч за 16 гигабайт. То есть всего на тысячу дороже, чем 5S, который был еще месяц назад, условно говоря, на сайте. И 48 тысяч за старшую модель, но это на 7 тысяч дороже. Ну и понятно, что гигабайт вы получите не 32, а 64. То есть фактически Apple продолжила линейку своих 5S телефонов, заменив их на SE и оставив практически точно такую же цену. Но мы знаем, что у нас творится с курсом доллара, поэтому можно сказать, что цена осталась та же. Сейчас идет так называемая ценовая война ритейла нашего. И, например, магазин связной предлагает там вообще купить 5S. Для тех, кому нужен маленький телефон, но не нужны возможности 6S флагманского телефона. Можно купить вообще там за 23, по-моему, тысячи рублей. Это, на самом деле, очень хорошее предложение. Но сейчас, конкретно вот сегодня, на этой неделе, 1 апреля, пока официально телефон купить нельзя. Запуск у нас их, по-моему, официальный будет во вторник, насколько я помню. А если вы сегодня их хотите купить, то бегом на uphouse.ru. И там по коду Apple Insider для вас будут специальные скидки. И мы благодарим Uphouse за то, что так оперативно, впрочем, как и всегда, нам эти айфоны предоставили. Ну, а мы будем разбираться дальше. Обязательно вам покажем сравнение с другими моделями. Может быть, придумаю что-то еще. Вы пишите в комментариях, что вы хотите увидеть. Ну, и под конец этого видео я вам предлагаю посмотреть на фотографии, которые мы сделали с айфона SE, айфона 5S и айфона 6S. Вы посмотрите одинаковые фотографии, оцените качество задней камеры и поймете, насколько телефон интересен в плане фотографий. На этом у нас все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА